День налоговой службы Водителя управления Федеральной налоговой службы Рязанской области Алексей Илощенов Алексей Васильевич, здравствуйте С предстоящим праздником, во-первых Ну а теперь о суровых буднях Итак, с 2015 года вступают в силу Изменения в закон Рязанской области О патентной системе налогообложения Расскажите Вот об этих изменениях, о данных поправках Как они Отразятся Привлекательности патентной системы налогообложения Для ведения бизнеса Ну, буквально несколько слов относительно результативности Применения такого способа Взимания налогов и налогообложения Индивидуальных предпринимателей, как патентная система Всего в Рязанской области за первое полугодие У нас было выдано 361 патент В целом, с точки зрения Сравнения с прошлым годом, это приблизительно одна и та же цифра То есть общее количество патентов не растет Но при этом выросла величина налога Которая взималась в связи с применением Патентной системы налогообложения Это порядка 15 миллионов рублей И вот когда мы стали разбираться С вопросом о том, какие меры можно предпринимать Для того, чтобы стимулировать развитие патентной системы Она, собственно, изначально так и задумывалась Когда физическое лицо, занимаясь Малым бизнесом Легко и просто может взаимодействовать с налоговой службой Заплатить фиксированную величину налога Соответственно, и независимо уже от результатов Своего предпринимательской деятельности Вести такую малую экономику Что называется Вот когда мы стали разбираться о том, как можно улучшить Патентную систему, сделать ее более привлекательной Мы пришли к пониманию того, что вот здесь Нужно идти по пути снижения налоговой нагрузки Как это ни странно Мы посмотрели в первую очередь на структуру Патентной системы И поняли, что востребована она в первую очередь На территории Рязанской области Для тех, кто сдает в аренду свое жилье Репетиторство Суда же также относятся Услуги по По обслуживанию детей Что называют Бэбиситтеры Вот эти виды деятельности Они, соответственно, к сожалению Находятся в большей степени в тени Когда физические лица не регистрируются В качестве индивидуальных предпринимателей Не получают патенты И тем более не платят налоги И даже вот та незначительная сумма Налогов занимаемся С применением патентной системы Это больше заслуга, что называется Взаимодействия налоговиков С индивидуальными предпринимателями С органами местного самоуправления Которые нам, скажем, своевременно сообщают О том, что вот есть такое физическое лицо Которое сдает в аренду квартиру Мы начинаем с ним диалог На каком основании А как вы показываете налогооблагаемую сумму В налоговый орган и так далее Поэтому сегодня было принято решение С 2015 года Оформлено в виде закона Рязанской области Снизить совокупную величину доходов С которой будет платиться налог За выдачу патента Ну вот простые цифры Для того, чтобы наши телезрители поняли Скажем, вот сейчас для сдачи в аренду квартиры Площадью 40 квадратных метров Необходимо было получить патент Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя Для того, чтобы доходы, полученные от этих видов деятельности Были обложены налогом И общая величина налога составляла, скажем, 7200 Так вот, с 1 ноя 2015 года Снижена эта сумма 4800 Скажем, бебиситтеры, репетиторство 12 тысяч рублей была величина налогов Займаемость с применением патентной системы Станет 6000 Для чего все это сделано? Для создания более комфортных Более привлекательных условий Для применения патентной системы налогообложения То есть принципиальная позиция И правительства, и депутатов Рязанской областной думы Как можно больше получаете патентов Соответственно, становитесь физически лиц Которые осуществляют эти виды деятельности Индивидуальными предпринимателями Раз в год заплатите налог И, имея на руках патент В общем-то, можете жить спокойно, что называется Налоговая служба Дополнительная отчетность от вас не потребует Вы свои фискальные обязанности Перед бюджетом Рязанской области выполнили Поэтому здесь это принцип Что называется тонкой настройки Снизив налоговое бремя По этим основным видам деятельности По которым может быть востребован патент Соответственно, мы рассчитываем на увеличение А. тех физических лиц, которые выходят из тени В рамках своего вот этого малого бизнеса И. б. в конечном итоге На увеличение дополнительных поступлений налогов Займаемым с применением патентной системы налогообложения Спасибо Еще новшество С 2015 года в Рязанской области Исчисление налога на имущество физических лиц Будет взиматься Исходя из кадастровой оценки недвижимости А не инвентаризационной стоимости Как это было В году нынешнем Вот как изменится В среднем, опять же, в среднем Налоговая нагрузка на владельцев домов Собственников квартир Ну, я должен сказать, что Рязанская область Один из первых регионов, который принял такое решение На самом деле, субъекты федерации могут до 2020 года Принимать решение, как исчислять налог на имущество физических лиц От кадастровой стоимости Либо от инвентаризационной стоимости Вот мы рекомендовали правительству Правительство здесь прислушалось к нашей позиции И также свои финансо-экономические расчеты проводило Что нам нужно как можно быстрее переходить к исчислению Эту налогу от кадастровой стоимости Два решающих аргумента, которые были в этом вопросе Потому что вопрос достаточно деликатный Он касается именно физических лиц У нас более 348 тысяч объектов налогообложения Здесь нужно было взвесить все за и против Первый аргумент был какой Инвентаризационная стоимость, которой сейчас занимается налог Она, конечно, утратила свою экономическую же реальность Более того, она у нас в ряде случаев просто перекошена Когда она больше даже кадастровой Как ни странно, по объектам налогообложения Хотя кадастровая это массовая рыночная оценка Приближена к рынку жилья Но вот такая структура сегодня Инвентаризационной стоимостью Что она для определенных объектов Скажем, для жилых домов Фактически является неактуальной Поскольку это восстановительная стоимость строительных материалов Для квартиры она является в ряде случаев просто завышенной То есть выше даже рыночной оценки Поэтому, когда мы переходили на исчисление налога По кадастровой стоимости Преследовалась главная цель Выровнять этот перекос То есть уйти от неактуальной налоговой базы И прийти к более справедливой кадастровой оценке Вторая проблема Есть объекты, права на которые были зарегистрированы физическими лицами Садовые и дачные дома, гаражи, квартиры даже в новостройках в том числе Но по которым не была рассчитана интересованная стоимость То есть налоги по ним не платили физические лица В причине того, что упрощенный порядок оформления прав Он не предусматривал обязательную техническую инвентаризацию Не предусматривал обязательное определение интересованной стоимости Но по этим объектам рассчитано в режиме массовой кадастровой оценки Кадастровой стоимости Вот всего таких объектов на территории Рязанской области порядка 25 тысяч И если мы переходим к исчислению налогов от кадастровой стоимости Мы и эти объекты вовлекаем в налоговый оборот То есть здесь действует принцип такой Если хотите социальной справедливости Эти люди не платили налоги А сейчас мы, соответственно, вовлекая эти объекты Привлекаем их к налоговому обнажению Вот 123 миллиона мы планируем мобилизовать Именно по этим объектам дополнительный бюджет Рязанской области Ну и что касается уже для тех, кто платил все-таки налоги по интересованной стоимости Насколько изменится налоговая нагрузка с 2015 года Я напомню, что мы вот этот налог, который вводится новый с 2015 года Мы будем его рассчитывать в 2016 году И направлять налоговые уведомления уже вот так через год На следующий год после истечения этого первого налогового периода Значит, здесь есть три социальных стабилизатора Я хочу сразу успокоить наших зрителей Значит, первый по поводу льгот налоговых Тоже очень распространенный вопрос А вот при изменении налоговой базы от интересованной кадастровой стоимости Сохранятся льготы? Сохранятся И для всех тех лиц, которые раньше пользовались налогами Пенсионеры, военнослужащие, ветераны Единственное, что льготы будут ограничены Только по одному объекту налогообложения определенного типа Она будет предоставляться За исключением объектов, которые используются в предпринимательской деятельности То есть теперь по магазину, который случайно был оформлен на пенсионеры Или наоборот сознательно льготы уже предоставляться не будет Есть и такие факты Второй социальный стабилизатор Это налоговые вычеты То есть законодатель, чтобы смягчить последствия перехода от уплаты налога От кадастровой стоимости Он говорит о том, что в отношении каждого объекта Есть определенная площадь, которая не облагается налогом Для квартир это 20 квадратных метров Для комнаты это 10 квадратных метров Для жилых домов это 50 квадратных метров Очень серьезный налоговый вычет Поэтому мы ожидаем даже в ряде случаев и снижение налоговой нагрузки на владельцев жилых домов Которые раньше платили за полную стоимость А теперь будут оплатить налог по кадастровой, но за минусом 50 квадратных метров этого жилого дома Ну и наконец третье Если налог по кадастровой будет больше налога по интрессу, на который раньше уплачивался То законодатель говорит, что в первый год нужно уплачивать всего лишь 20% от величины налога То есть действует снижающий коэффициент 0,2 Мы уже рассчитаем с этим коэффициентом налоги в 2016 году Отправим соответственно налоговые уведомления физическим лицам Волноваться не придется Но вот перспективное решение о том, что мы выравниваем налоговую базу Делаем ее более справедливее Плюс дополнительно вовлекаем в налоговый оборот объекты Права на которые были оформлены у физических лиц Они не платили налог на имущество Вот эти решения, конечно, нам позволят двигаться вперед С точки зрения наполнения бюджета за счет поступления этого налога Спасибо, ну и немножко времени остается И еще один вопрос, который хотелось бы осветить Это налогообложение владельцев транспортных средств В 2015 году тут тоже будут кое-какие изменения Если можно вкратце об этом Да, я напомню, это три принципиальных момента Первое, с 2015 года у нас увеличивается ставка транспортного налога И для физических, и для юридических лиц Соответственно, она длительное время не пересматривалась По ряду типу транспортных средств Собственно, решение было принято еще в конце 2013 года Просто налог у нас администрируется в 2015 за 2014 Это первое Второе, ограничиваются льготы Я напоминаю, что по физическим лицам Теперь льготируется автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил Раньше такая льгота предоставлялась на легковой автомобиль любой мощностью Такая норма, она вступает в силу тоже с 2015 года Значит, третье, на что нужно обратить внимание Вводятся коэффициенты к налогообложению Так называемых дорогостоящих транспортных средств Средней стоимости от 3 миллионов рублей Есть перечень, опубликованная на сайте Минпромторга И вот за первый год владения такой автомашиной Физическому лицу нужно будет заплатить транспортный налог с коэффициентом полтора Ну, наконец, последнее Мы сейчас активно достаточно с правительством области прорабатываем вопрос по поводу налогообложения грузовых автомобилей И вот уже принято решение Длительный период времени ставка транспортного налога не менялась по этим машинам Она составляла 250 лошадиных сил у грузовики 77 рублей за одну лошадиную силу Я надеюсь, что с 2015 года будет принято решение об изменении ставки Доведение ее до уровня 85 рублей за одну лошадиную силу Это максимальный потолок предусмотрен налоговым кодексом Но учитывая, что вот эти владельцы, собственно, сами машины Они оказывают достаточно серьезную нагрузку на уличную дорожную сеть Рязанской области Поэтому будем надеяться, что все эти изменения, они, в принципе, были проработаны с бизнес-сообществом Я имею в виду по крупным грузовикампу и видоизменения налоговой льгот И будут восприняты с пониманием Так что сегодня налоговая служба в взаимодействии с правительством, с депутатами областной думы Делает все не только для раскрытия налогового потенциала Но и, главное, для увеличения собираемости налогов То есть нужно понимать, одно дело рассчитать и начислить И другое дело все-таки обеспечить соответствующую налоговую дисциплину в регионе Что же, я благодарю вас, Алексей Илощенов Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы Баризанской области Был сегодня гостем программы «Подробности» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин